Всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня у нас будет новое видео посвящено Амазингу, а именно про глобальное обновление, вышли пацановые скриншоты, их достаточно много и они очень пиздатые и нам очень классную тему показали, но об этом чуть позже пацаны. Перед тем, как мы начнем, хотел бы напомнить, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс, пацаны, на 10 миллионов, итоги будут уже совсем скоро, буквально через неделю, поэтому, пацаны, кто не участвует, всем советую поучаствовать, ссылочка на конкурс будет в описании под этим видео. Также, пацаны, не забывайте вводить мой промокод, его можно вводить на любом сервере, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Сегодня будет такое разговорное видео, пацаны, я надеюсь, вам такие видосы нравятся, если нравится, то просто возьмите, поставьте лайк и подпишитесь на канал, набирайте на это видео 200 лайков и выходит новая серия по Амазингу, пацаны. Сегодня я вам покажу скриншоты, расскажу, что я там увидел, какие у меня догадки там и так далее, я думаю, это вам будет очень интересно, потому что инфа реально годная. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, пацаны, скриншотов достаточно много, их около 7 штук и вот у нас как бы первый скриншот, здесь у нас в принципе показан новый худ, я не знаю, каждый раз он не показывает и каждый раз он какой-то другой, либо они его изменяют, либо это можно будет делать на стройках, потому что каждый раз какой-то худ кажется другим. Вот у нас показано, что здесь звезды, видите, будут, давайте я вам в принципе это все увеличу, чтобы вам было хорошо видно. Вот у нас как бы тестовый сервак, Black Server, в принципе, вот у нас видно оружие, вот так вот красиво выглядит, здесь у нас показано здание правительства, которое находится в Батырево, вот такой вот чекпоинт будет желтенький, в принципе, вот видите, написано правительство и находиться оно скорее всего будет в Батырево, как я понял. Ну, здесь ничего такого, знаете, прям крутого я не увидел, но следующие скриншоты, пацаны, это реально очень годная тема. Следующий скриншот у нас также из Батырево показан, это у нас новая карта, озеро вот это, которое сейчас, оно стоит намного больше, в принципе, по карте, конечно же, и не видно, потому что карту почему-то убрали на этом скриншоте и не видно, насколько большое будет это озеро. Вот даже видно здание правительства, которое будет, видите, вот это здание правительства, которое будет на Мазинге. Ну вот, пацаны, я перешел к самому вкусненькому, это то, что будет несколько автосалонов и у каждой марки, грубо говоря, будет свой автосалон. Будет автосалон BMW, Mercedes, Lada и будет потом просто автосалон японских машин, там, европейских, там и так далее. Потому что я не думаю, что они будут делать именно салоны для каждой машины, там, для Toyota, там, для Subaru и так далее. Просто сделают, смотрите, как я это думаю, потому что на проекте в МТА, CCD-Plan такая же система, как хотят сделать на Мазинге. Там есть автосалон Mercedes, есть автосалон BMW, есть автосалон Lada, а потом уже идет именно европейский автосалон и японский автосалон. То есть, в европейском автосалоне все машины европейские, а в японском автосалоне все машины японские, там, Subaru, Mitsubishi, в принципе, и так далее. Скорее всего, на Мазинге будет так же само. Есть также, пацаны, скриншот, где видно автосалон Lada именно. Давайте мы здесь увеличим, просто посмотрим. Реально, шикарный просто будет автосалон. Скорее всего, машины, как бы, будут не стоять в автосалоне, а нужно будет заходить на чекпоинт, в принципе, и потом уже, как бы, покупать машину. Вот здесь у нас виден спидометр. Вот спидометр, реально, такой симпатичный, в принципе, вот здесь у нас будет показываться скорость, свет, открыты ли двери. Насчет молнии, я, честно говоря, не знаю, возможно, будет аккумулятор садиться, либо еще что-то. Вот у нас еще чек показан, в принципе, мотора. Я тоже не знаю, как это будет работать. Вот, в принципе, целостность машины, сколько литров и какой пробег, в принципе, показывается. На карте этот автосалон будет находиться в Арзамасе. То есть, автосалон BMW будет находиться именно в Арзамасе. Ну и вот, как я вам говорил, в принципе, автосалон Lada, то есть, как я говорил, будет несколько автосалонов. Но они будут делать автосалоны всех марок, просто сделают Lada, Mercedes и BMW. И потом европейские машины, японские там и так далее. Я думаю, это все понятно, пацаны. Поэтому, реально прикольная тема. И находиться этот автосалон будет именно в Батырево. Где именно, я по скриншоту понять не могу. Просто, видите, написано ПГТ Батырево. А где именно он будет находиться, я, честно говоря, не знаю. Но, пацаны, я считаю, что это круто. Новая система автосалонов будет. Это реально очень годно. И я хотел бы поскорее уже это все увидеть, потому что, ну, это выглядит очень круто. Следующий скриншот, это, в принципе, у нас также худ. Но здесь уже показаны звезды, в принципе. Вот, видите, здесь сколько звезд, кстати, много, реально. Смотрите, сколько много звезд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять звезд, пацаны, будет. Это реально жестко. Сейчас максимум это шесть звезд. А будет десять звезд, пацаны, понимаете? Десять звезд розыска будет. Мне кажется, реально очень жестко просто. Я не знаю, для чего это сделано, конечно. Итак, следующий скриншот у нас связан именно с автошколой. Находиться она будет также в Батырево, но уже в другом месте. Знаете, что я заметил? Это именно то, что машины здесь не заменены. Как бы, вот эта стандартная машина. Но могли бы ее заменить на какой-то более современный бусик. Возможно, как бы, нам показывают скриншоты без модпака. Но, возможно, это, как бы, старый модпак. И к нему переляться не нужно. Но хотелось бы увидеть какие-то новые машины на скриншотах про ГО. Но этого пока что я не увидел. Как бы, мы видим, стоит Рено Логан. Бусики стоят. Ява стоит. И Вольво стоит. Кстати, мне кажется, вот видите, поставили, типа, ну, фуру именно вот сюда. Мне кажется, будет как-то неусильно удобно выезжать. И как-то это глупо выглядит, типа, ну, фура будет выезжать как-то через мотоциклы по траве. Мне кажется, это как-то глупо выглядит. Могли бы как-то, ну, в другом месте поставить. Мне кажется, было бы как-то намного красивее. А так, как бы, фура стоит. И ей перегораживают дорогу мотоциклы. Типа, ну, такое себе. Придется вот так просто выезжать по траве. Потому что фура все-таки не маленькая. Здание само вроде бы как не изменилось. Здесь мы видим, в принципе, новый банкомат, новый чекпоинт, в принципе, и больше ничего мы здесь не видим. Ну, конечно же, мы видим, что здесь будет как бы новая площадка сама по себе, будет новая площадка, новые будут какие-то вопросы, на которые вы должны будете отвечать, чтобы сдать нам права. В одном из видео рассказывали то, что нужно будет как бы постоянно обновлять свои права, то есть вы там получили права, и вам нужно будет там каждый месяц, либо там каждую неделю приезжать в автошколу и обновлять свои права. Сейчас вы получили права и не паритесь просто, ну, можете ездить сколько угодно, а в ГО, когда оно выйдет, вам нужно будет, как бы, каждую неделю, либо каждый месяц, как бы, ну, обновлять свои права, заново отвечать на вопросы, проходить тестом и так далее. Ну, в принципе, и последний скриншот на сегодня, это вот такой вот скриншот, я, честно говоря, не знаю, что это такое, здесь, как бы, просто два плаката, Амазинг-ролевая игра и плакат есть Амазинг-бот, все, больше здесь ничего нету, скин армейца вроде бы как стандартный, я не знаю, что хотели показать, как бы, этим скриншотом, даже непонятно, что это за интерьер. Ну, что ж, пацаны, вот такое получилось видео, надеюсь, что вам понравилось, не забывайте участвовать в конкурсе, вводите мой ник, вводите мой промокод, набирайте 200 лайков и выходит новая серия по Амазингу, все, всем пока-пока.